Друзья, всем привет, с вами Александр и сегодня мы говорим про Арбитрум. Кто подписан на Телеграм, тот знает, что они запустили Арбитрум Одиссеев, который состоит из 7 неделей. Сейчас у нас идет неделя 2. Про первую неделю я писал в Телеграм-канале, там еще на самом деле была нулевая неделя, но которую, наверное, пропустили большее количество людей, потому что на второй неделе было всего лишь до 57 тысяч участников. То есть не 500 тысяч, не миллион, а всего лишь 50 тысяч участников. Все необходимые ссылки я оставлю в описании, чтобы вы не напоролись на скам. Есть у нас такой портал orbitrum.io, там есть раздел Одиссея, и вот там есть такой вот прекрасный гайд-лист, скажем так, где нам нужно будет выполнять определенные действия. Перед тем, как я покажу вам, что нужно будет выполнять на этой неделе, у нас будут два задания. На следующих неделях у нас тоже будет что-то вроде не такого, по два задания. На первой неделе у нас было одно задание. Стоит ли выполнять Арбитрум Одиссею, либо не стоит ее выполнять? Давайте сейчас это кратенько обсудим. Ну, опять же, разработчики нам ничего не обещают, они не говорят, что у нас будет какой-либо дроп за выполнение этих действий. Это, конечно, минус. Но этот минус абсолютно обычный, так поступают все. С другой стороны, я не понимаю, зачем человеку вообще, как бы, любому ввязываться вот в такую лабуду, где мы все-таки тратим деньги, это не дешево. И, скорее всего, за вот эти вот 7 недель, ну, мы потратим долларов 30. Потому, как бы, в чем смысл вообще заниматься этой Одиссеи, если нет никакого расчета на дроп, кто этим будет заниматься, я не понимаю. Второе, это, как я сказал, плюс, то, что малое количество людей занимается этим. То есть, сейчас там в районе 50 тысяч. Понятное дело, что на вторую неделю, может, сейчас дойдет там до 70, может, даже до 100 тысяч. Но все равно эта цифра небольшая, и там на третьей неделе полмиллиона мы не наберем. Ну, а если начинать уже, там, наверное, после третьей недели, возможно, смысла нет. То есть, если вы пропустили нулевую и первую неделю, есть ли смысл заходить сейчас? Да, смысл есть, потому что мы успеем собрать, по-моему, 12 NFT-шек. Это вот тот минимум, который нужно собрать, чтобы там получить финальную награду. За каждую неделю нам дают NFT-шки. Ну, даже если точнее, за каждое задание нам дают NFT-шку. И у нас на этой неделе два задания, значит, у нас будут две NFT-шки. И остается у нас еще шесть недель, ну, то есть, теоретически, там, будет этих 12 NFT-шек по минималке, которые нам нужно собрать. Также возникает вопрос, если я пропустил там нулевую и первую неделю, или Арбитру Модиссею, вот, первую, которую мы выполняли там еще больше, чем полгода назад, и в итоге получили дроп, нужно ли покупать эти NFT-шки? И, опять же, официальный ответ в Дискорде, разработчики говорят, что сам факт наличия у вас на кошельке NFT-шки не считается значимым. Нужно не иметь NFT-шку, нужно иметь факт, что вы ее сминтили. И тут тоже возникает двойное впечатление. Если наличие не важно, а важен сам факт мента, то есть, то, что мы сминтили, мы, по идее, можем продать и на этом заработать, и отбить наши затраты на комиссию, на эту Одиссею. То есть, на некоторых аккаунтах можно попробовать сделать и так. Так, вот эти NFT-шки, которые мы получаем, вот, например, вот это вот будет сегодня, или вот это вот, то есть, теоретических можно продать, они, то есть, продаются, то есть, за вполне себе вменяемую цену. Можно поотбивать комиссию. Но, с другой стороны, опять же, то, что разработчики говорят, что это не будет учтено, это не значит, что оно так и будет, реально. Потому что иначе, ну, тогда это, по факту, призыв к продаже этих NFT-шек, если важен только Минт. В общем, все очень интересно и ничего не понятно, как обычно. То есть, делайте, как говорится, как хотите. Можете на части аккаунтов сделать так, сделать, а на части аккаунтов сделать иначе. Но на второй неделе вы еще не опоздали. Зайти еще можно и приступить к выполнению. Наверное, самая важная причина, по которой стоит выполнять активность в Арбитрум Одиссея, это то, что в целом в блокчейне Арбитрума сильно упала активность. Особенно вот важный показатель такой, как TVL, это то количество денег, которое люди держат в этом блокчейне. И этот показатель сильно просел. И чтобы оживить комьюнити, раздать Арбитруму еще один дроп было бы вполне себе логично. Ну и напоследок, самый главный минус. Почему мы можем ничего не получить за Арбитрум Одиссея? Ну, кроме того, что разрабы говорят, что, в принципе, ничего не дадут. Ну, это не важно. Важно то, что Арбитрум на данный момент раздал самый жирный дроп. Тот же Оптимизм за все свои уже три дропа раздал намного меньше, чем раздал Арбитрум. Ну и тут можно подумать о том, что зачем тогда ему вообще раздавать, если он и так уже раздал такой жирный дроп, который никто еще не смог повторить. Добавляем надеяться, что Лейер Зеро или Зекосинк или Старкнет переплюнут Арбитрум Одиссей, и они еще один дроп дадут. В общем, с лейеркой закончили, давайте теперь уже ближе к заданию. Итак, видим мы два задания. Первое задание это у нас будет зайти на площадку Tofu NFT и сделать покупку, либо продажу NFT. Нужен сам факт выполнения этого действия. Не просто выставить на продажу, а именно, чтобы у вас ее купили. Ну, потому как бы проще NFT купить. Берем самую дешевую NFT и ее покупаем. Также вы видите, что здесь есть две картинки, то есть Арбитрум Одиссей и Арбитрум Одиссей. То есть этот вопрос уточнялся. Купить NFT в сети Арбитрум Ново на Tofu NFT нельзя, она не будет учтена. То есть мы работаем сугубо в блокчейне Арбитрум One. Второе задание Abort Exchange это DX биржа, деривативная, по-моему, да, в которой можно торговать с плечами. Нам нужно сделать депозит и сделать одну сделку. В общем-то, все довольно просто. В общем-то, переходите по ссылкам и попадаете на вот эти вот две странички. Ну, естественно, не забудьте залогиниться, если вы этого не сделали. А еще что сказать по поводу дедлайнов. Если в первой неделе там была накладка, то есть первая неделя еще не закончилась, а, по-моему, начиналась уже вторая, то сейчас они уже по времени это дело откорректировали. И обратите внимание, что вторая неделя идет у нас до седьмого числа, это у нас до субботы, три часа дня. То есть она заканчивается не в воскресенье, а в субботу. То есть после того, как у вас вышло видео, у вас будет два дня. А следующая неделя у нас, получается, начинается девятого. То есть есть зазор в два дня, ровно в двое суток зазор между второй и третьей неделями. Ну и там, видите, тоже будут у нас две миссии. Дальше, в общем-то, я так понимаю, все идет по две миссии, да? Раз, два, три, четыре. Ну, пока что видно четыре недели, и там по две миссии. Ну, вот, в принципе, четыре дня. Говорит, что осталось до третьей недели, но отнимаем два дня, какие у нас просто простаивают между второй и третьей неделей. Первое, что нам нужно, это зафолловить Тофу NFT. Давайте вообще посмотрим, я как бы на них подписан или нет. Честно говоря, даже не помню. Не подписан. Давайте проверим, как бы, засчитается она просто так или не засчитается. Да, засчиталось просто по факту открытия. Ну, на Тофу NFT, в общем-то, можно и подписаться. На этом аккаунте я буду делать все правильно. Тем более, у меня тут есть твиттер. Следующее занятие, да, нужно, как я сказал, купить или продать NFT-шку. Нажимаем здесь детали. Вы можете сразу переходить по ссылке, которую я оставлю. Загружается Тофу. Смотрим, у нас здесь арбитрум. Подключаем MetaMask. Как говоря, стоит проверить, какой именно адрес MetaMask у вас подключился. Потому что бывает так, что если у вас на MetaMask несколько кошельков, то вы видите, что он приконнектился. Но приконнектился не тот основной, на котором вы выполняете активность. У меня такое было несколько раз. Заходим в Marketplace. Нажимаем Discover. Так, выбираем где-то у нас арбитрум. Сортируем по цене от низкой к высокой. И Fixed Price. Чтобы не было аукционов. Так, ну и с мод покупаемся. То есть, первые вот эти NFT-шки, вот первый ряд, даже может два, как бы, не смотрите. Они забагованы. Их купить у вас не получится. То есть, начинайте со следующих NFT-шек. Вот я вижу здесь котика. Ну, давайте купим котика. То есть, цена 5 центов. Нажимаем Buy Now. Не обращайте внимания на то, что эта серия не зарегистрирована. Как бы, это ни на что не влияет. Подписываем транзакцию и покупаем кота. 33 цента. Итоговая стоимость этой покупки. Ну, в основном это комиссия, да? Как вы поняли, 28 центов там комиссия. Все отлично. Кота купили. Давайте зайдем в раздел My NFT. И проверим это дело. Код, кстати, прикольный. Жаль, что они там все одинаково продаются. Выбираем Arbitrum One. И давайте смотреть, что у меня там есть. Так. Эта NFT-шка у нас за первую неделю. Эта NFT-шка у нас самая первая начальная. И вот, да, обновил страницу, появился мой код. Все отлично, в общем-то, закрываем эту страничку. И, в принципе, можем пытаться обновить. Так, как вы видите, когда у нас тут выполняется задание тайма? Второго числа. То есть, сегодня у меня уже пятое получается. Да, пятое. То есть, это вообще как бы не обновляется очень быстро. Но не переживайте, у вас, в принципе, до 8-го числа есть время на клейм. То есть, выполнить активность нужно раньше. Но заклеймить у нас есть немножко времени побольше. Но тоже не провтыкайте это время. До 10-го, 08-го нужно будет заклеймить. Ну, а я как бы там буду там пару раз в день проверять эту NFT-шку. И клеймить буду ее. Ну, ситуация обычная. Наверное, ручная проверка. Так, переходим ко второму заданию. Это нам нужно сделать депозит. И нужно сделать, ну, exchange. То есть, обычную сделку нужно сделать. Давайте переходим сюда. Коннектим кошелечек. Опять же, проверяйте, какой именно кошелек у вас коннектится. Первое, что нам нужно сделать, это сделать депозит. Нажимаем здесь вот депозит. Я тут буду, допустим, делать в эфире. Можно делать в USDC. Так, и давайте попытаемся сделать... Вообще, вот... 3,0... 4,0... 7. Вот примерно так. Давайте попробуем задепозитить. Хватит. Нам, по идее, должно хватить этой цифры. Так, депозитим. Суммарно платим 18 копеек. Нажимаем подтвердить. 4,0,7. Такая вот цифра. Ложим минималку. Почему? Потому что... Это у нас что-то в районе, там, 12-13 центов. Ложим эту цифру, потому что мы ее забирать не будем. Потому что забрать деньги обратно, и так там комиссия процентов 20-30. В общем-то, смысла в этом нет. Эту позицию мы просто здесь и забудем. Так, плечо у нас стоит максимальное. И давайте вот смотреть, когда она нам... Она нам даст. А, вот, ну, смотрите, она уже вот дает. На 50%, то есть, можно вообще задепозить еще меньше. Там не 0,07, а 0,04, наверное, этого будет хватить. Я нажал Place Order. Ордер выполнился. Ну, и тут, в принципе, сразу можно закрыть этот ордер. Все, и закрыли ордер. Можно даже, как бы, забыть эту позицию. И ничего, как бы, не изменится. Все. Это все, что нам нужно было, ребята, сделать. То есть, закрываем эту страницу. Возвращаемся сюда. А, нужно обновиться. Здесь я не залогинен на этой странице. Обращайте внимание. Так, ну, опять же, нужно подождать. Проверка была давно. Если я не ошибаюсь, разработчики говорили, что есть какой-то глюк у них сейчас с проверкой вот этих вот заданий на Galaxy. Но, они говорят, не переживайте. Если вы, как бы, активно сделали, она вам зачтется. Они поправят, то есть, как бы, день-два, и вы успеете до этого срока все, как бы, заклеймить. Так, все необходимые ссылки, ребята, я добавлю вот в этот наш файлик. Ссылка на который есть под каждым видео. В разделе ретро-дропы заходите. Добавлю отдельно кусочек, который касается Arbitrum One, Odyssey номер 2. На этом я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok